Сегодня у нас открылся действительно крутой проект. Он трендовый, современный, и мы в кое-то веки не пошли по какому-то первобытному пути, а установили у себя то, что является, пожалуй, символом современного такого научно-технического прогресса. До нас дошли электромобили. Первая в Славутиче зарядка электромобилей. Ну что, как тебе такое, Илон Маск? Расчехляйте свои Теслы и бегом на зарядку. Первая в Славутиче тест-драйв электромобиля. Слышите, как гудит? Не слышите, потому что так работают все электромобили. Никаких тебе дыр-дыр-дыр, как в моем ржавом Opel'е. Никакого запаха бензина, масла, охлаждайки и другой порнухи. Это очень круто. А так парад. А так паркинг. Все. То есть все через гальма? Все через автомат? Все, я понимаю. Юрий Кирилович, мне в Рижске два счетчика. Взагалі, понимание того, что ты частью певно экологической философии. То, что я вижу в будущем, все-таки это модные двигатели. Они сегодня будут больше динамично развиваться. Если вы рассчитываете, сколько денег витрачается на пельне, плюс обслуживание, плюс те проблемы, которые от этого возникают, а добавить сюда экологическую складовую, то электромобиль сегодня не виднейший для тех, кто использует его в повседневном жизни. А вот такая программа на будущее, амбициознейшая, до 2030 года, все автомобили философии, электрокары. Если мы говорим про муниципальный транспорт, обслуговуючий транспорт, медицина, освита, муська влада, разные сервисы, так, это реально, это абсолютно реально. Вкладание денег, энергетиктивность, абсолютно выгибание, экономичное выгибание. Но люди не поспешают это делать. По-перше, у людей статки не позволяют реализовывать эти программы. По-друге, в жизни всегда есть приоритеты, которые ты для себя визначаешь. Поэтому тут гарантировать, что все жители при создании инфраструктуры зарядных станций, кредитные программы, увеличение добробода и уменьшение вартостей электромобилей перейдут на электромобили, ну, мабуть, не стоит этого делать и надеяться на это. А гарантировать от влады, что мы будем, как стратегию, развивать этот направление, ну, мне кажется, мы можем. Первую заправку можем сделать, да? Да, мы еще не можем. Сейчас мы можем сделать проблесы. Когда открывают новый проект, режут ленточки, режьте шины. Вся организационная инфа, как заряжаться, куда платить, вообще, как это происходит, написана на самом экранчике зарядной станции. Там есть телефон, по которому можно проконсультироваться. Там же есть ссылка на приложение, которое необходимо будет скачать. И это будет типа вашего личного кабинета, где будет какой-то счет денежный, с которого будут списываться деньги. В общем, вы умные, вы разберетесь. В каждый двор зарядку для электромобилей, детскую площадку, доллар по восемь и бесплатную колбасу. Можно так говорить? Про колбасу я... Ха-ха-ха-ха-ха.